Добрый день, уважаемые коллеги! Рад вас всех приветствовать на нашем вебинаре. Кто еще не перешел в YouTube, активнее это делайте. К сожалению, через вебинар Мерополиса не получится организовать трансляцию с моего рабочего стола, так как не поддерживается Linux. Наш сегодняшний вебинар посвящен системе электронного обучения Moodle. Он ориентирован как на новичков, тех, кто с этой системой не работал совсем. Я постараюсь обзорно познакомить с основными ее возможностями, что в ней интересного. Также постараюсь, чтобы те, кто уже работает с этой системой, могли найти себе тоже что-то интересное. Какие-то функции, с которыми вы еще не работали, может быть, вы увидели. Плюс возможности профессиональной версии, на базе которой я буду проводить вебинар, я буду отдельно отмечать, если эта возможность присутствует только в профессиональной версии. Коллеги, мне, чтобы сориентироваться по аудитории, было бы очень полезно знать, кто из вас работал с системой Moodle, а кто еще даже эту систему не видел или только-только первое представление, а не какое-то хочет получить. Поставьте, пожалуйста, плюсики те, кто работали с системой Moodle и считают, что знают ее довольно неплохо. А теперь поставьте, пожалуйста, звездочки те, кто систему Moodle не видел совсем или практически в ней не ориентируется. Ясно. Большое спасибо. Примерно. А, еще один вопрос. Пожалуйста, поставьте, предположим, восклицательный знак те, кто имеет отношение именно к высшему образованию и рассматривает систему потенциально для применения в УЗИ, а не в школе или ДПО или в корпоративном обучении. Именно в УЗИ поставьте, пожалуйста, восклицательный знак. Так, ну, спасибо большое за ответы. Из них я постараюсь как раз ориентироваться больше на тех, кто систему еще не видел и тех, кто работает в УЗИ, но при этом постараюсь про тех, кто систему видел и с ней работал, тоже не забывать. Итак, ну, как те, кто работал с системой, знают, а те, кто не работал, догадываются. Система электронного обучения Moodle – это веб-приложение. Что это означает? Это означает, что система ставится один раз на сервер, и дальше, когда сервер подключен к интернету, любой пользователь может зайти в нее через обычный браузер, просто набрав адрес, и дальше, нажав кнопочку «Вход», набрав свой логин и пароль. Что это нам дает? Это нам дает свободу. То есть человек может подключиться к системе с рабочего места, может подключиться из дома, с любого компьютера, ему не нужно заранее ничего на него устанавливать, кроме свежей версии браузера, который есть практически везде. Может работать с мобильного телефона, с планшета, если он оснащен браузером, или поставить специальное мобильное приложение. Ну, сейчас это уже практически стандарт де-факто для большинства многопользовательских систем. Условно, систему можно поделить на четыре части, по которым я буду делить и свой рассказ, чтобы вам было легче ориентироваться. Первая часть, на языке программистов, фронт-энд, по-простому, главная страница. Ну, сюда я отношу не только главную страницу. То есть это то, что видит ваш пользователь, потенциальный ученик, когда только вошел на сайт, еще до авторизации, сразу после авторизации, в личном кабинете. Ну, сюда же я отношу портфолио учебных и внеучебных достижений. Эта функция актуальна для ВУЗа, так как предусмотрена стандартом в КОС. Также я сюда отношу различные способы авторизации пользователей, регистрации и подписки их на курс. Ну, вторая часть, это, собственно, учебные курсы. То есть то, что происходит между преподавателем, учеником и учебными материалами, когда идет учебный процесс. Соответственно, здесь мы поговорим с вами о тестах, о задании, о различных способах доставки учебных материалов, о простановке оценок, об отчетах, о прохождении слушателя курса. Третья компонента, я сегодня на ней не буду особо заострять внимание, это модуль электронный деканат. Он есть в профессиональной версии, в комьюнити-версии он отсутствует. Он предназначен для того, чтобы упростить организацию учебного процесса в этой системе. То есть именно процессы высшего образования, поскольку комьюнити-версия не понимает, что такое академическая группа, что такое учебный план, что такое семестр, зачетная книжка. Соответственно, для работы в российских реалиях всего этого не хватает, что, собственно говоря, и добавляет модуль электронный деканат. Ну, плюс журнал успеваемости-посещаемости, дневники, расписание. То есть то, что нужно вокруг учебного процесса. Здесь я отмечу, что разработчики Moodle, то есть австралийский фонд Moodle и Мартин Дегиамус, имеют такое мнение относительно организации учебного процесса. Они считают, что сам учебный процесс и инструменты для него более-менее универсальны в своем разнообразии. А вот способы организации учебного процесса, они слишком разнятся. Они разнятся по странам, они разнятся по организациям. То есть в корпоративном обучении все устроено совершенно не так, как в УЗИ, в Центре повышения квалификации, дополнительного образования. Все может быть устроено совершенно не так, как у репетитора. При этом тесты, задания и материалы у них выглядят схожим образом. Поэтому разработчики комьюнити-версии считают, что они должны сосредоточиться именно на учебной составляющей, а организацию процесса отдать на откуп дополнительного ПО, с которыми система очень хорошо интегрируется, либо те модули, которые добавляются при внедрении. Ну, собственно говоря, вот открытые технологии, как российский партнер Moodle, и добавляет эти самые модули, актуальные для российской территории при внедрении. И четвертая компонента – это панель администрирования. Я ее сегодня покажу обзорно, просто чтобы вы понимали, как она устроена, как система управляется, что в принципе там можно найти. Сейчас посмотрю, нет ли вопросов. Вот, собственно говоря, первый вопрос по шаблону главной страницы, про него я и расскажу. То есть, когда пользователь входит в систему, он помимо, собственно говоря, того содержимого, которое вы разместили, видит систему в некотором дизайне. То есть, это логотипы какие-то наверху, это цвета, шрифты, подложки, вот эти текстуры, которые лежат, способ компоновки, организация подвала, какая-то информация, которая в подвале задается. Эту часть выводит модуль под названием «Тема оформления». Их довольно много к системе, вместе с системой поставляется их несколько штук точно, сейчас я точно вам не скажу. Можно написать «разработать свой», если есть компетенции. И также вот с профессиональной версией мы поставляем свой фирменный модуль оформления, который сейчас на экране представлен. Он кастомизируется, то есть, при внедрении мы как раз размещаем здесь логотипы, тексты, подстраиваем цвета, фоны, так, чтобы система наиболее подходила под основной корпоративный стиль заказчика. Как правило, сайт есть уже у всех, так, чтобы при переходе с сайта в эту систему не создавалось впечатление, что пользователь ушел куда-то очень далеко от сайта ВУЗа, например. Ну, для этого же систему можно разместить на вашем домене. Ну, вот это... Так, а, вы не видите ссылку. То есть, например, если у вас... Давайте я сейчас чуть-чуть подвину. А, нет, так не получится. Так, а, вот я могу так сделать все. Значит, если у вас, у вашего ВУЗа есть адрес, например, вашвуз.ру, то, соответственно, систему логично разместить на поддомене от этого адреса, например, до.вашвуз.ру, либо moodle.вашвуз.ру на ваше усмотрение, так, чтобы тоже оставалось впечатление, что пользователь продолжает работать с сайтом вашего ВУЗа. Также на главной странице можно разместить различные украшения. Это различные текстовые блоки, которые можете добавить, баннеры, вот такие слайдеры. Здесь у меня витрина курсов, это тоже свойство профессиональной версии Moodle. раздел «Ближайшие курсы» или какие-то отобранные курсы, на которые я хочу отобразить внимание, и текстовые блоки. Все это настраивается, обычно я этого не показываю на демонстрациях, все это настраивается через встроенный визуальный редактор, вот я сейчас перешел в режим редактирования, и я могу перемещать блоки, из которых у меня состоит главная страница, добавлять эти блоки, видите, у меня есть кнопка «Переместить», вот я могу этот баннер из шапки переместить в какое-то другое место. Также у нас есть возможность добавлять блоки, это можно сделать в любой версии Moodle, не все блоки, которые есть профессиональные, есть в комьюнити-версии, но тем не менее, вот произвольный HTML-блок с произвольным текстом и картинкой вы можете добавить сами. Если говорить про профессиональную версию, есть для главной страницы дополнительные блоки, очень любят пользователи блок топ-10, который позволяет выводить на главной странице различные рейтинги, например, пользователи с максимальным уровнем опыта, это элементы графикации в системе, или пользователи с максимальным количеством пройденных курсов, список курсов по критериям, курсы с максимальным рейтингом, выбранные курсы, пользователи с максимальной активностью за последние сутки, либо пользователи с максимальным рейтингом в портфолио. Давайте я попробую включить пользователей с максимальным количеством пройденных курсов и посмотрим, что получится Вот у меня появился рейтинг моих пользователей, где указано, сколько курсов каждый из них прошел Это не более чем иллюстрация того, как гибко может настраиваться главная страница под ваши потребности Также в профессиональной версии есть модуль витрина, который позволяет вам предложить пользователям системы самим выбрать себе курс В комьюнити версии есть аналогичный модуль каталог, но функционал его уже То есть витрина, помимо того, что предлагает различные варианты отображения списка курсов Также добавляет промежуточную страницу, которую вы можете показать пользователю, который еще не выбрал ваш курс То есть вот я зашел на сайт как неавторизованный пользователь Я выбрал понравившийся мне курс И я вижу описание этого курса, я вижу скриншоты, я вижу список преподавателей на отдельной странице Этот курс у меня платный, поэтому я вижу цену И я здесь вижу кнопку «Заказать курс» До авторизации иногда бывает очень важно, если вы продаете курсы в интернете Не требовать от пользователя авторизоваться, чтобы отправить заявку Вот этот модуль позволяет это сделать Давайте авторизуемся теперь По поводу авторизации, что я хотел сказать Ну, во-первых, можно включить саморегистрацию То есть когда пользователь может указать, как на любом сайте, свои данные Фамилию, адрес электронной почты И получить отдельный логин в системе Это не всегда желательно Опять же, если вы продаете курсы в свободном режиме То, или предлагаете курсы бесплатно, как массовые онлайн курсы Это удобно Если же у вас фиксированный контингент Те люди, которые поступили в ваше учебное заведение То такой вариант никак вам не подходит Вам не нужны случайные пользователи Соответственно, в этом случае он отключается А вместо него либо вы регистрируете пользователей вручную Либо вводите через списки Excel Это кажется просто Но на самом деле я категорически не рекомендую так делать Через какое-то время Просто из-за человеческого фактора Ваша база пользователя кажется слишком сильно замусоренной Дубликатами, не существующими пользователями А тех, кто нужно, может там и не оказаться Поэтому самый верный путь Проинтегрироваться здесь с вашей учетной системой То есть с вашим модулем электронный деканат Либо с вашим модулем приемной комиссии С вашей базой данных, с вашим порталом Смотря где вы заводите всех пользователей Так, чтобы единожды зарегистрировав пользователя Желательно, чтобы это происходило тоже не вручную В результате некоторого процесса Например, чтобы распечатать договор Или зачетную книжку было выдать невозможно Не зарегистрировав соответствующей системе И после этого, чтобы пользователь автоматически попадал В систему электронного обучения Опять же, в системе предусмотрен ряд инструментов Чтобы это сделать практически без затраты труда программистов Только одними настройками Но не всегда это подходит Иногда в УЗИ условия специфичны И тогда приходится немножко систем доработать Но опять же, система написана так Чтобы это было максимально просто и удобно сделать Также при авторизации вы можете подключить методы сквозной авторизации Но вот у меня включена авторизация через Google Через Яндекс, через ВКонтакте и через Одноклассники Есть и другие варианты Facebook Можно подключиться Готового модуля нет Но технически это возможно Авторизация через сервис Госуслуг Кстати, чем он полезен? Тем, что там пользователь идентифицирован То есть иногда у меня спрашивают Как предотвратить то, что ученики отдают логин и пароль куда-то в компанию Которая за них проходит все тесты и задания Ну, понятно, когда вы удаленно даете возможность учиться Представить каждому тьютеру, который будет за ними следить невозможно Есть так называемый прокторинг Но это платная услуга То есть когда человек из специальной службы Во время экзамена, тестирования Через удаленный контроль Прямо через камеру, через трансляцию экрана Смотрит на вашего ученика Как он проходит тест Просит ему показать паспорт вначале Зачетную книжку Обвести камеры по помещению Но такие жесткие меры мы сейчас не рассматриваем А вот если проинтегрироваться, например, с Госуслугами Не каждый уже решится отдать свой пароль от Госуслуг Где можно и различные акты гражданского состояния поменять За человека, отдать его какому-то постороннему лицу Также вот сейчас внедряется единое окно образования Тоже возможно проинтегрироваться Готового модуля пока нет Возможно он появится в профессиональной версии Сам собой, как это происходит Собственно, когда кто-то что-то заказывает для профессиональной версии Дальше это входит в коробку И все остальные могут этим пользоваться Ну а тот, кто заказал в качестве выгоды Получает то, что эта функция ставится на поддержку И дальше портируется на новые версии Уже силами нашей команды Ну и плюс очень часто другие организации Подключаются к ее доработке Так как раз развивалась портфолио у нас Соответственно, ну пока этой функции нет Соответственно, если она вам требуется Можете ее заказать Теперь я авторизовался И вижу систему от имени пользователя Что это поменяло? Если у меня есть курсы с платной подпиской То есть какое-то дополнительное образование у вас происходит На сайте То после авторизации я могу их оплатить Ну вот у меня здесь включены сразу несколько способов оплаты Конечно, как правило, включен какой-то один из них Поскольку они взаимозаменяемы Например, оплата через Яндекс.Кассу Оплата через Сбербанк Оплата через Аквирпэй Это все оплата картой То есть я кликаю по данному способу Система уже знает, сколько стоит курс Мне осталось ввести только номер моей карточки Деньги спишутся, поступят на расчетный счет вашей организации Ну а система запишет пользователя на курс Есть возможность поддержки скидочных купонов Но это больше, опять же, для коммерческого обучения Для того, чтобы тестировать рекламные каналы Сделали для рекламы в Яндексе один купон Для рекламы в Гугл другой купон И дальше по скидкам смотрим, откуда больше человек пришло Есть подписка по одноразовому коду Но самый такой очевидный способ Это раньше продавались, наверное, сейчас продаются учебники иностранных языков Где приложен конвертик с кодом Соответственно, код вводишь И можно прямо на сайте проходить тесты из этого учебника с автоматической проверкой Ну вот это самый очевидный способ Иногда используют в дополнительном образовании Когда группа учеников от какой-то организации оплатила обучение Какая-то организация И вместо того, чтобы вручную всех регистрировать Можно сформировать им, например, 50 одноразовых кодов Выслать вместе с договором И счетом на оплату Они будут сами регистрироваться, вводить свои коды И попадать в соответствующий курс обучения Ну и также очень часто бывает необходимо Предложить студенту оплатить курс через Сберкассу Ну вот функция спрограммировать счет Я здесь уточню свою фамилию Может быть я ее не очень верно ввел, когда регистрировался Соответственно, система не сформировала квитанцию Я ее могу распечатать, пойти с ней в Сбербанк Видите, у квитанции есть номер Данная квитанция номер 53 И также у квитанции есть дата Когда платеж придет Вы в списке в системе можете найти его по номеру и дате Отметить, что он выполнен И после этого система вспомнит За какой же курс оплачивал пользователь И подпишет его на этот курс Так, гляну, есть ли вопросы Коллеги, все, что я открываю И все, о чем рассказываю Вот поступил вопрос, можно ли открывать рабочие окна Собственно говоря, я это и делаю И все показываю Может быть вы остались на площадке Мерополис И не видите то видео, которое я демонстрирую Второй вопрос от Натальи Можно уточнить, что за профессиональная версия В нашей системе все совсем не так Профессиональная версия, соответственно Поставляется официальным партнером Moodle в России Это компания открытой технологии Вы можете записать адрес сайта OpenTechnology.ru Либо 3072.ru Там вся информация есть Давайте двинемся дальше У каждого пользователя после авторизации Есть личный кабинет Личный кабинет нужен для того, чтобы пользователь мог легко найти всю информацию, касающуюся его лично в рамках системы Не только в рамках одного какого-то курса А всего обучения, которое он проходит Соответственно, вот в личном кабинете пользователя Сюда мы переходим, кликнув по значку личный кабинет Мы видим общую информацию о пользователе Также мы видим те курсы, на которые пользователь подписан В комьюнити версии примерно все то же самое есть Выглядит немножко не так Где-то попроще устроено Но в целом сам личный кабинет присутствует Отобразить список курсов, изучаемых там тоже возможно Здесь пользователь может посмотреть курсы, на которые он сейчас записан И по ссылке перейти в сами курсы Он видит оценку по этим курсам на текущий момент Причем, поскольку шкалы настраиваются в системе То есть вы можете выбрать Будет ваш курс оцениваться по стабальной шкале По пятибальной, по десятибальной Соответственно, система показывает рядом с оценкой шкалу По которой она выставлена Чтобы не было путаницы Это пять из пяти или пять из десяти Потому что разница бывает велика Также система позволяет вести учет компетенций И внутри каждого курса К каждому заданию можно прикрепить компетенции Которые подтверждаются выполнением этого задания Ну вот здесь мы видим, что проходя курс «Энский язык» Пользователь получил на текущий момент Четыре из двенадцати возможных компетенций Которые дает этот курс Ну если я кликну, я увижу, что это за компетенции Какие он компетенции получил А какие ему еще предстоит только в этом курсе Предстоит изучить Также можно отобразить историю обучения Профессиональная версия отличается тем, что сохраняет полностью всю историю обучения Даже если вы удалите курс Даже если вы отпишите пользователя от курса Или переменуете курс В профессиональной версии в истории обучения Останется курс именно так, как он назывался на момент его окончания слушателем Дата подписки, дата отписки и оценка В комьюнити версии, насколько я помню Отображаются оконченные курсы Пока слушатель от них не будет отписан Также для преподавателей Мы отображаем те курсы На которых данный пользователь является преподавателем Эта особенность Moodle На мой взгляд очень удобная Один и тот же пользователь Может в разных курсах являться и преподавателем И учеником Например, ваш сотрудник проходит внутренний курс повышения квалификации В этом внутреннем курсе он ученик В остальных курсах он преподаватель Или ваш студент является модератором какого-то студенческого сообщества Для которого вы создали курс сообщества в системе Соответственно, во всех курсах он ученик А вот в своем учебном сообществе он модератор Может размещать там новости Может модерировать форум Размещать какие-то материалы Для участников своего сообщества Поэтому Именно система Moodle Community версии Она не знает о том Что глобально является этот пользователь студентом Или преподавателем В модуле электронный деканат Такая функция есть То есть вы можете отметить Что данный пользователь Не просто пользователь И ученик нескольких курсов А он проходит программу обучения Скажем Не знаю Специальность юриспруденция Дневное отделение Сейчас он на пятом семестре То есть Первая половина третьего курса И в такой-то группе А вот этот пользователь является преподавателем С такой-то ставкой И Такие-то курсы может вести Вот Модуль электронный деканат об этом знает Moodle об этом не знает Moodle знает только то Кто где преподаватель В каком курсе Кто в каком курсе Слушатель Также Система умеет Выдавать Электронные сертификаты Они формируются Как PDF документ Который можно скачать Так Я его Наверное Да Наверное Вам не увидеть его Сейчас Попробую настроить Так Да Видно? То есть Здесь На подложку Наложено Название курса Дата Оценка QR-код Для того Чтобы можно было Считать Сертификат со смартфона Убедиться в том Что он достоверен Понятно Что Это Не документ Образования Это скорее Такой памятный сертификат В дополнительном образовании И широко применяется Но В УЗИ тоже может Применяться Как Диплом Победителю Олимпиады Сертификат Участника Конференции Или диплом Участника Конференции Различные Грамоты То Что тоже В каждом ВУЗе Может происходить Для чего Тоже Этот модуль Можно использовать Поскольку Вы можете настроить При каких обстоятельствах Кому выдается Сертификат В каком дизайне Иногда С помощью Этого Модуля Даже Какие-то Справки Печатают Акты Выполненных Работ В дополнительном Профессиональном Образовании Так Вернемся В личный Кабинет Давайте я Зайду От другого Пользователя Чтобы показать Вам остальные Функции Личного Кабинета Так Я зашел От администратора Поэтому Здесь у меня Функции Больше Ну и Некоторые Функции Как у ученика Включены Вот вы Видите Модуль Последние Значки Это Инструмент Играфикации В комьюнити Версии Его нет Он есть Профессиональной Версии Либо вы можете Его скачать И поставить Отдельно Как Сетпати Модуль Он тоже Есть На сайте Moodle.org Что это Для чего Этот модуль Предназначен Ну Собственно Концепция Позаимствована Из компьютерных Игр Сейчас Широко Применяется Вы можете Выдавать Пользователям Виртуальные Награды За Различные Достижения Вид Наград Вы определяете Сами Вы можете Создать Сколько Угодно Каждый Прикрепить Картинку И дальше Вы Либо Раздаете Эти награды Вручную Но это Наверное Не так Интересно Также Можете Настроить Выдачу Этих Наград Автоматически Например Прошел Курс Вовремя Или Вы создали Форум Перекрестного Консультирования Где Ученики Могут Отвечать На вопросы Друг Друг И ставить Друг Друг За Эту Оценку Спасибо Вот Получил Оценку Спасибо Получил Награду Дружелюбный Студент Дальше Эти награды Могут Влиять На Внешний Вид Курса На Различные Рассылки Различные Действия Можно Выполнять По Их Наличию Самый Очевидный Вариант Есть Награда Вот Тебе Зачет Автомат Нет Награды Проходи Тест Или Наоборот Есть Награда Значит В этой Теме Силен Вот Те Более Сложные Варианты Материалов И заданий Чтобы Не Заскучал Также Есть Блок Опыт Он Тоже Предназначен Для Игровой Мотивации Слушателей Особенно Это В Электронном Обучении Где Слушателям Не Хватает Эмоций Но И В Очном Обучении Бывает Не Лишним Чтобы Пользователям Было Интересно Работать И С Вашим Порталом Поддержки Обучения Как Это Работает За Любые Действия В Системе Пользователь Получает Некоторое Количество Баллов Вы Можете Настроить За Какие Сколько Когда Полоска Доходит До Конца Полоска Опыта Уровень Меняется На Следующий Вы Для Каждого Уровня Можете Добавить Свою Картинку У меня Здесь Просто Медалька С Цифрами Можно Сделать Какого-то Персонажа Здесь Простор Для Творчества Довольно Велик Тоже Посмотрите В компьютерных Играх Как Это Делается Иногда Делают Персонажи С которым Студент Себя Отождествляет Иногда Просто Какого-то Забавного Какое-то Забавное Животное Которому Студент Переживает И Сочувствует И Соответственно Когда он Много Работает На Портале Персонаж Меняется Он Становится Либо Выглядит Более Солидно Либо Его Виртуальные Условия Жизни Улучшаются Что Дополнительно Мотивирует Студента Поскольку Как Выяснили Нейропсихологи Мозг Не Отличает Виртуальные Достижения От Реальных И Даже Если Не знаю У вашего Виртуального Котенка Появилась Рыба В миске Вы Это Воспринимаете Как Такое Же Достижение Как Если Вы Пошли В магазин И купили Рыбу Себе Также В модуле То есть В блоке Личный Кабинет Есть Инструмент Подопечные Вот У меня Их Трое Можно Настраивать Как Они Будут Добавляться По Своим Подопечным Я могу Видеть Статистику Их Обучения Даже Если Не Подписан На Курс То есть Это Функция Для Родителей Это Функция Для Внутренних Кураторов Том Как Вуз Вуз Обязан Этот Модуль Один 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 Функциональных И При Этим Недорогих Так Как Входит В наш Пакет Профессиональной Версии Цена На Которые Очень Доступна Итак Что Что же Себя Представляет Этот Модуль Он Позволяет Добавлять Слушателям Достижения Разделенные По Категориям Но Вот У меня В моем Примере Есть Научные Достижения И Несколько Научных Достижений В рамках Этого Блока Вот Видно Что Данный Пользователь Дважды Поучаствовал В конференции Две Курсовые Работы Сдал И Одну Дипломную Также Есть Вне Учебные Достижения Например Спортивные Достижения Вот Видно Что Во внутреннем Чемпионате По футболу Поучаствовал Студент Еще И В марафоне Получил Призовое Место То есть Со всех Сторон Талантливый Студент Но Вот Мы Видим Что Пока Участие В марафоне Не Подтверждено То есть Когда Пользователь Добавляет Себе Достижения Он Прикладывает К этому Достижению Доказательства И дальше Куратор Либо Методист Должен Это достижение Подтвердить Мало ли Что Я там О себе Придумал Можно Отключить Подтверждение Но Тогда Не удивляйтесь Достижениям Различным Ваших Подопечных Ну и Также Мы видим Что Еще Этот Студент Участвует В культурной Жизни Вуза Вот Дважды В квн Поучаствовал И Также Студенческая Весна 2015 Вот Эти все Достижения Они Не заданы Заранее Вы Сами Определяете Какие У вас Категории Будут Какие В них Будут Достижения И Какие К этим Достижениям Нужно Приложить Доказательства Что Такое Доказательства Ну вот Собственно Говоря Вот Я Поучаствовал В конференции Как Вы Проверите Что Я Это Действительно Сделал Вот Я Когда Добавляю Это Достижение Выбираю Добавить Достижение Научное Достижение Участие В конференции Система Меня Запросит Название Конференции Дату Когда Она Проводилась Попросит Приложить Сертификат Участника И Статус Участника Либо Я Участник Либо Докладчик Но Я Еще Сюда Добавил Необходимость Приложить Тезисы Моего Доклада Если Я Был Докладчик Собственно Горя Через Настройки Вы Можете Это Сделать В этом И Преимущество Настраиваемость Этого Модуля Вы Определяете Какие Хотите Достижения По Каким Хотите Категориям Причем Можете Сделать Отдельно Категорию Для Достижений Преподавателей Что Сделать Рейтинг Преподавателей Отдельно Для Студентов И Дальше Разделить Массовые Либо Как Это Еще За Каждое Достижение Подтвержденная Система Начисляет Определенное Количество Баллов Эти Баллы Могут Быть Либо Безусловные Либо Пропорциональные Типа Моего Достижения Вот У меня Курсовая Работа С Оценкой Хорошо Мои Баллы Были Скорректированы На То Что Это Не Отлично А Хорошо Дальше Все Баллы По Каждой Категории Суммируются И Система Формирует Рейтинг Рейтинг Портфолио В данной Категории Достижений Ну и Также Общий Рейтинг Вот Я вижу Что У меня Есть Студент С Рейтингом 350 У Остальных Студентов Рейтинг Ниже Если Требуется Этот Рейтинг Можно Выгрузить В Excel Также Вы Можете Дать Доступ Настроить Доступ Либо Публичный Доступ К этому Рейтингу Либо Только Приватный Доступ И Сделать Для Проверяющих Отдельную Учетную Запись Чтобы Они Двигались По Вашему Портфолио И Проверяли Все Ли Там У вас Хорошо Ну На Экстренный Случай Предусмотрена Функция Добавления Достижений За Учеников Желаю Вам Чтобы Никогда Вам Не Приходилось Этим Заниматься Но Тем Не Менее Те Кто Готовится К Аттестации Иногда Приходится Им Это Делать И За Студентов Добавлять Достижения Здесь Помогает Еще Функция Экспорта То есть Импорта Извиняюсь То есть Когда Вы Можете Из Специальной Excel Таблицы Либо Из Другой Базы Данных Все Достижения Выгрузить Сюда Автоматически Кроме Того Портфолио Наше Умеет Воспринимать Модуль Задание В Следующей Часть Я Покажу Когда Студент Сдает Задание Он Соответственно Может Когда Ему Преподаватель Это Задание Засчитает Оно Может Автоматически Добавиться В Портфолио Кроме Того Портфолио Может Автоматически Фиксировать Сюда Пройденные Курсы Через Импорт Можно Сюда Переносить Еще И Оценки В Принципе Для Этого В Электронном Деканате Но здесь Кому Как Удобнее Кто-то Все Оценки Из Внешней Системы Внешнего Деканата Выгружает Тоже В Портфолио Так Ну Возможно Появились Вопросы По Этому Модулю И Также У меня Самого Вопрос К Павлу Ограничены Ли Мы Во Времени То У Нас Один Нужно Укладываться В Один Час Или Можно Растянуть Это Еще На Полчасика Дополнительно Ориентировочно Час Хорошо Павел Тогда У нас Еще Есть Полчасика Мы Тогда Успеем Неспеша И Подробно Посмотреть И Функции Учебной Системы Так Так, собственно говоря, переходим к следующей части, к учебным функциям, то ради чего обычно и ставят систему электронного обучения, но как я говорил, что одних учебных функций без вот этой вот обвязки, связанной с управлением пользователями, подписками, личными кабинетами, портфолио, часто учебный процесс не организовать. Система позволяет очень гибко настроить вид учебных курсов, поддерживается несколько модулей форматов учебных курсов, но чаще всего использует вот такой формат, называется структура. Здесь учебный материал разбит по тематическим секциям. Так, извиняюсь, я чуть-чуть проскочил основную мысль, что весь учебный материал в системе сгруппирован по учебным курсам. Их в системе может быть сколько угодно, они разбиты по категориям. Как раз некоторые учебные курсы отображаются на витрине. Категории могут иметь вложенность, если у вас курсов много, есть возможность искать по этим курсам. Каждый курс это закрытый раздел, в котором есть преподаватели с правом редактирования, те, которые могут изменять материал этого курса. Преподаватели без права редактирования, те, кто может только ставить оценки и смотреть отчеты. И также слушатели данного курса. Ну и помимо них еще могут быть гости, те, кто могут смотреть материалы, но не могут решать задания. Это если вы решили таких гостей допустить. Соответственно, каждый курс управляется собственным редактором или несколькими коллективом редакторов. И, собственно, вот эти примеры курсов я вам и показываю. Курс структурирован по тематическим секциям. Ну вот у меня на примере сейчас на экране открыты две такие тематические секции. Каждая секция может представлять одну тему, одну учебную неделю, один учебный день, одно занятие по выбору преподавателя-разработчика курса. Каждая секция, помимо заголовка и либо какой-то иллюстрации, либо, вот как здесь, текстового пояснения, ну, например, какой-то краткой вводной, приветствует преподавателя, пояснение, как работать с материалами секции, имеет материалы, которые приложены к данной тематической секции, к данной теме. Материалы вы создаете через встроенный конструктор, их может быть сколько угодно. Здесь отображаются названия материалов, которые вы указываете при его создании. Галочки справа отображают пройден материал данным слушателям, ну, то есть мной или нет. И иконки слева отображают тип учебных материалов, их система поддерживает 20 разновидностей, некоторые мы посмотрим более-менее детально, остальные пробежимся. Есть другие форматы курса, здесь, как вы видите, внешний вид упрощен. Помимо названия темы и краткой вводной, материалы отображаются в виде вот таких крупных иконок. Пояснение не отображается, название материалов, только если я наведу мышкой. Зато цвет отображает статус материала. Зеленый – это пройденный материал, темно-серый – материал, который нужно изучить. Светлый серый – это тоже материал, который нужно изучить, но который мне пока недоступен. Вот я навел мышку, он мне показывает, что пока я не прошел этот тест, вот эта аудиолекция мне будет недоступна. И красный – это провальный материал. Ну вот этот формат – это одно из свойств профессиональной версии. В комьюнити-версии там попроще встроено. Также есть формат слайдовый. То есть это еще слайды не внутри материала вашего, а слайдовое оглавление курса. Здесь все то же самое. Каждый слайд – это одна тема. К теме прикреплены учебные материалы. Справа у нас есть общее оглавление. Если я в какой-то материал зайду, вот я через это меню могу переходить между материалами, минуя оглавление курса. Давайте рассмотрим подробнее устройство курса. Здесь у меня классическая методическая модель, то есть уяснение, повторение, отработка и контроль. Это никакая не догма. Система вам позволяет разместить какие угодно материалы, в какой угодно последовательности от самых простых курсов, где вот здесь вот в нулевом блоке прикрепляют методичку, какую-то там вводную от преподавателя, задание для того, чтобы сдать курсовую работу и какой-то итоговый тест. И на этом все. Ну это простенький курс, он больше годится, конечно, для поддержки очного обучения, чем для полноценного электронного обучения. Ну и как вот здесь полноценный электронный курс. Ну как я уже говорю, в моем примере, каждая тема начинается с элемента типа «Лекция». Это один из любимых моих инструментов в системе, как я шучу, инструмент для слушателей, которым трудно дается чтение больше трех абзацев подряд. То есть действительно, когда материал разбит на небольшие фрагменты, он усваивается гораздо легче. Пользователь может переходить между слайдами кнопками «Вперед-назад». Вы на слайд помимо текста можете помещать и видео, аудио, графические материалы. Система распознает ссылку. Например, если вы добавите ссылку на YouTube или загрузите видеофайл прямо сюда, система это распознает и покажет материал в плеере, так, чтобы ученику не пришлось его скачивать, а он мог его просмотреть прямо здесь. Ну и бывает так, что студент чем-то увлекся, читает наискосок, думает о своем. Ну здесь вот такой можно приготовить ему сюрприз. Я перехожу на следующую страницу и вопрос на понимание. Если я отвечаю неверно, система меня вернет к предыдущему слайду, либо покажет дополнительный материал. То есть напомнит мне о том, что материал я изучил невнимательно, как бы сделал и живой преподаватель, видев по глазам, что его не слушают. Но обратите внимание, здесь выделено слово «мотоцикл». Это работает в глоссарии. Если я в глоссарии добавил термин, везде, где он будет встречаться, система подсветит его ссылочками на определение. Тоже очень удобно. Более того, даже если два студента будут общаться между собой в форуме, кто-то один из них употребит этот термин, система напомнит, что термин есть в глоссарии и покажет ссылочку на него. Редактируются все материалы в системе, как я уже говорил, через встроенный конструктор. Сейчас вот я перешел в конструктор лекции. Вижу слайды, из которых она состоит. Могу их двигать, менять их порядок, настраивать переходы. И на любой слайд я могу нажать кнопку «Редактировать». Он у меня загрузится в визуальном редакторе. Здесь все привычно. Шрифты, форматирование, ссылки, таблицы, формулы, вставка видеороликов, возможность приложить файл. Ну и также очень частая ситуация, когда материал уже заранее был подготовлен в Варде, и вы хотите его разместить. Кто пробовал копипастить из Варда на любой сайт, там хоть в Facebook, хоть куда, знает, что не все передается. Например, картинки не передаются. Для этого у нас есть функция импорта. Я выбираю соответствующий файл, нажимаю «Импортировать». Система его проанализирует, и здесь как раз более-менее полно содержимое этого документа передалось в мой редактор, передались картинки, передалось форматирование. Вот даже формулы у меня были более-менее корректно, перенеслись. Ну, это больше инструмент для упрощения первоначального создания курсов. Дальше, чаще всего, с помощью вот этого редактора уже редактируют материал прямо в системе. Следующий инструмент, который я использовал в своем курсе после лекции, это модуль «Книга». Он гораздо проще, это просто текст, разбитый на главы. Если вы присмотритесь, вы увидите, что материал тот же самый, что и в лекции. Это не случайно, не просто вот мне было лень где-то новый материал создавать, копировать, как я на самом деле сделал. Я специально добавил вторую копию материала для того, чтобы студент, если захочет повторить, ему не пришлось заново листать слайды, отвечать на вопросы, потому что это может его демотивировать от повторения материала, чего бы мне не хотелось. Поэтому я разместил материал второй раз, а чтобы он не забегал вперед, я поставил правило. Пока лекция не пройдена до конца, книга не откроется. Следующим инструментом, который я хотел показать, является тест. Те, кто знаком с системой, знают, что тесты в Moodle очень мощные. Во-первых, разделены отдельно банк вопросов, отдельно сами тесты. То есть вопросы можно использовать повторно. Более того, если вынести вопрос на более верхнюю категорию, один и тот же вопрос или банк вопросов можно использовать сразу в нескольких курсах. Если у вас есть курсы по схожей тематике. Ну и, конечно же, в нескольких темах вашего курса можно тоже использовать вопросы. Система умеет генерировать случайные наборы вопросов. Например, у вас есть три темы по 50 вопросов в каждой. После каждой темы вы даете тест из 10 случайных вопросов из каждой темы, а в конце даете тест из 30 вопросов по 10 из каждой темы. При этом система возьмет каждому ученику свои собственные вопросы, еще и перемешает порядок вопросов, порядок ответов, чтобы жизнь медом не казалась. Соответственно, после этого уже информация о том, что на вопрос 3 ответ C не будет иметь никакого смысла, потому что не факт, что этот вопрос вообще достанется. Если достанется, будет не под третьим номером, и правильный ответ будет уже не C. То есть нужно запоминать весь банк вопросов, все формулировки правильных ответов, что при достаточном покрытии равносильно тому, чтобы заполнить весь учебный материал. Ну, как вы видите, у меня здесь не только вопросы в форме выбора правильного варианта, есть и более интересные формы, вот такие вот перетаскивание текста на картинке, картинку на картинку, отметка нужных областей маркерами, вставка пропущенных слов, пропущенных букв, филологи очень активно пользуются, задачи вычисляемые, то есть вы даете формулу, скрытую от студента, даете задачу, студент считает по тем данным, которым система дала, то есть в определенных допусках система каждому даст свои коэффициенты, он решает задачу, подставляет численный ответ, и система проверяет, верно было задание решено или нет. Ну, есть, конечно же, задания, которые проверяются вручную, это эссе, который проверяется вручную, кроме того, в профессиональной версии есть дополнительные типы заданий, например, задание графическое, когда вы можете либо загрузить свою картинку, либо студент загрузит картинку, либо захватит картинку с камеры, либо захватит картинку с цифрового микроскопа, медики пользуются, и дальше на этой картинке, если это с цифрового микроскопа, то отмечает нужные области препарата, а дальше это все попадает на оценку преподавателю. Мультиэссе, когда вы описываете ситуацию и по ней задаете несколько вопросов. Кроме того, есть специальные режимы рандома для как раз профессиональной версии, когда не полностью случайно выдаются вопросы, а с учетом того, как предыдущую попытку студент решил. Например, ему могут попасться все вопросы, в которых он ошибся, или наоборот, попасться в только все новые вопросы, которых он ни разу не видел. В комьюнити версии только один режим случайных вопросов, который каждый раз полностью случайно выдает эти вопросы. Я понял, тут вопрос, могу ли я продемонстрировать вопрос с микроскопом, просто довольно долго, много времени займет, если я буду все эти вопросы создавать. Я сейчас перейду в банк вопросов. Где тут у нас банк вопросов, вот он он. Посмотрите, сколько типов вопросов система поддерживает. Если я сейчас буду показывать каждый вопрос, который здесь присутствует, мы не то что в полчаса, мы, к сожалению, и в 6 часов не уложимся. Поэтому, если интересно, можете записаться на индивидуальную демонстрацию от имени вашей организации, и тогда уже указать заранее, какой функционал вам более интересен, и посмотреть его, либо запросить демо-версию и попробовать пощелкать это самостоятельно. Давайте я перечислю, какие типы вопросов поддерживаются. Верно, неверно. Вложенный ответ – это вставка пропущенных слов, пропущенных букв. Все или ничего. Это часто спрашивают, можно ли так, чтобы не частично система оценивала. Например, если я… у меня три варианта я должен отметить во множественном выборе, а я отметил только один, чтобы я не 30% получил, а 0. Ну вот, все или ничего позволяет это сделать. Выбор пропущенных слов. Вычисляемый ответ, о котором я говорил. Множественный выбор. Множественный вычисляемый. Мультиэссе. Вопросы на соответствие. Справа, слева. На соответствие с перетаскиванием. То есть, не выбор из меню, а перетаскивание. Несколько числовых объектов. Объекты на изображении. Это вот как раз тот самый вопрос с микроскопом. Перетаскивание в текст. Перетаскивание маркеров. Это когда вы хотите, например, у вас контурная карта. Перетащите маркер «Россия» на то место, где, по вашему мнению, находится Россия. Перетащительное изображение. Это то, что я показывал с мотоциклом. Простой вычисляемый. Случайный. Случайный вопрос с учетом правил выдачи. То, о чем я говорил. Вопрос на упорядочение. Числовой ответ. Эссе. И... Так, это что-то новенькое. А, это таблица истинности и ложности. Для информатики будет интересно. Так, следующий модуль, который я хотел показать, это модуль задания. Это довольно частая ситуация, когда вам нужно со студентов собрать работы. Раньше это делалось на бумаге, потом стали делать на флешке, либо по электронной почте. Чем задание удобнее? Тем, что студент сразу видит ваше задание. Можете даже заранее его разместить. И ему достаточно нажать кнопку «Добавить ответ на задание». И приложить сюда либо эссе, либо перетащить сюда файл и сохранить. После этого... Так... Соскочил я. После того, как задание отправлено, Я, как преподаватель, могу видеть весь перечень Отправленных ответов. Вот они. Все мои студенты, даты, оценки. Могу каждую работу прокомментировать. На этот комментарий студент мне может ответить. Вижу, что я оценил, что нет. И здесь еще у меня подключена интеграция системы антиплагиат ВУЗ. Известная система, у многих она закуплена. Если это так, и у вас профессиональная версия русский Moodle 3KL, вы можете написать техподдержку, и вам будет проведена интеграция. Что это означает? Студент мне сдал задание, я его еще даже не видел, но я уже захожу и вижу, что у меня процент оригинальности 100%. Могу кликнуть на отчет, если оригинальность не 100%, и посмотреть, откуда же студент цитирует. Может быть, это корректные цитаты, может быть, он цитирует свои собственные публикации, что тоже возможно. То есть, к этому, конечно, вот этот параметр 100% или 0% оригинальности, он еще не говорит о том, что работа списана, если оригинальности нет. Он говорит о том, что в работе обнаружены цитаты, естественно, потом по отчету вы это проверяете. Чем еще удобна интеграция? У вас есть возможность добавить работу в индекс антиплагиата. То есть, вам сдали хорошую работу, вы нажали «Добавить в индекс», и тем самым заблокировали возможность сдать вам такую же работу повторно, например, в следующем учебном году. Система найдет, и вам покажет, что эта работа была списана у студента такого-то, такого-то года обучения. Кроме того, когда студент загружает какие-то статьи или файлы в свое портфолио, мы его рассматривали чуть ранее, также эти файлы могут помещаться в индекс антиплагиата, и потом, если студенты заимствуют из собственного портфолио или из чужих портфолио, также это будет здесь видно. Кроме того, тут есть режим рецензирования. Это свойство комьюнити-версии, но, к сожалению, не все администраторы справляются с тем, чтобы его, этот режим, включить, поскольку нужно ставить определенное ПО на сервер, чтобы происходила конвертация из варда, например, в PDF. Соответственно, этот режим работает не у всех. Остальной функционал более-менее задание общий. То есть в режиме рецензирования я могу поверх работы ученика нанести какие-то пометки, но, конечно, не в таком количестве, как в моем примере. Но, тем не менее, выделить какие-то заинтересовавшие или, наоборот, смутившие меня области, написать текстовый комментарий и в таком виде отправить работу обратно ученику. Очень удобно, если это работа по математике, которую он выполнил на бумаге, сфотографировал, приложил, и прямо здесь можно ее проверить и отправить ему назад. Также я могу здесь разрешить ему повторную попытку, отправить рецензию на эту работу, оценить работу. И также у меня есть дополнительные критерии оценки. Например, у меня здесь логичность изложения, грамотность, знание мототехники. И у вас, конечно, будут свои собственные критерии. По этим критериям система будет считать отдельный итог, если у вас в нескольких заданиях этот критерий учитывается. Ну, и также комментарии. Так, вопросы. Так, Евгения спрашивает, можно ли подключиться индивидуально или только организацией, и платно ли это? Ну, да, это платно. Соответственно, тот, кто платит, тот и подключается. В общем-то, можно индивидуально. Если, ну, как правило, для репетиторов, у которых несколько человек учатся, это может быть дороговато. Ну, а если у вас там учатся десятки и сотни человек, то вполне посильно воспользоваться этой системой и вам. Так, ну, еще я хотел показать вам модуль Семинар. Это тоже функция комьюнити-версии. Он есть у всех, но не все умеют им пользоваться. Поэтому я расскажу, какой это удобный и замечательный инструмент, чтобы вы его осваивали и обязательно использовали в вашем учебном процессе. Он чем-то похож на задание, но снижает нагрузку на преподавателя и при этом увеличивает вовлеченность студента. Как ему это удается? Начинается все, как в обычном задании. То есть вы в первой фазе. У семинара есть фазы. В первой фазе подготовки я сейчас переключу. В первой фазе подготовки вы задаете тему семинара, то есть указываете, чему посвящен. Посвящено ваше занятие. Даете инструкции, как работать. И дальше редактируете форму оценки. Форма оценки может быть, то есть они могут различаться по шкале или по баллам. То есть вы указываете критерии. Ну вот, например, у меня есть критерий продуманность технической стороны и баллы. Там шкала от 1 до 5. Чем четче вы зададите эти критерии, тем лучше у вас все получится. То есть критерии должны быть понятны вашим ученикам, так чтобы видеть чужую работу они могли эти критерии применить. Дальше можете загрузить сюда примеры работ. После этого работа попадает студентам и они ее выполняют. Каждый прикрепляет свой результат. Дальше начинается самое интересное. Система обменивает работы между ними и каждый вот под тем критерием, который вы задали, чужую работу оценивает. При этом каждый работа попадает на оценку сразу нескольким студентам и система считает согласованность вот этих вот оценок между собой. Это позволяет нам контролировать качество оценивания, потому что если оценка, которую дал конкретный студент в другой работе не совпадает очень сильно с чужими оценками, его собственная оценка будет снижена за низкое качество оценивания. Ну естественно вы все это видите, можете в любой момент вмешаться в ход этой деятельности, если действительно все заблуждаются, а какой-то один студент оценил верно, чтобы все оценилось по справедливости. Так, ну в следующем модуле у меня собственно говоря весь тот же самый методический рисунок с небольшими изменениями повторяется. Тут у меня вместо семинара у меня просто текстовый материал. Давайте я пробегусь по инструментам, остальным, которые есть. в курсах. Вот я перешел, кстати, в режим конструктора, обратите внимание. Теперь я могу перетаскивать материалы, добавлять новые материалы, удалять материалы, ну все довольно наглядно. Это нажимаю добавить новый материал, и у меня система показывает палитру всех инструментов, которые система предоставляет. По каждому инструменту есть небольшая справка, для чего он нужен. Ну вот видите, инструментов довольно много. Они делятся на две большие категории. Элементы курса — это динамические элементы, и ресурсы — это статические. Статические — это значит, всем отображается одно и то же. Гиперссылка, книга я ее вам показывал, пояснение на странице оглавления курса, форматированный текст, и файл. Ну, в файл можно приложить, например, видеоролик, который будет воспроизводиться. Динамические элементы, они посложнее, поскольку они предполагают некоторый интерактив. Анкета и обратная связь, связь в некотором смысле в противоположности. В случае обратной связи вы сами конструируете опросник, по которому опросите ваших студентов, получите результат в виде таблицы. Ну, самые общие статистики система, конечно, посчитает. Анкета. Здесь вы не можете сами задавать вопросы, но есть несколько готовых, предустановленных анкет по международным стандартам, для того, чтобы быстро и без ваших затрат усилий получить отклик на том, насколько студенты удовлетворены обучением в вашем курсе. Поскольку системе известны, что за вопросы в этих анкетах присутствуют, она умеет по ним считать аналитику более развернуто, чем в случае с обратной связи. Модуль базы данных. Тоже очень интересный модуль. Мы его используем в нашей техподдержке как база знаний. То есть вы можете настроить структурированный список. Кто работал с МС-Акцессом, может представить себе, как это выглядит. Например, список литературы. Название, автор, издательство, ИСБН, приложить обложку, приложить электронный экземпляр книги, приложить ссылку на магазин, где можно книгу купить. Дальше вы наполняете эту базу данных, и студенты могут по ней искать, фильтровать, оставлять по записям комментарии. Более интересный вариант это так называемые примеры из практики. Как раз частный случай базы знаний. Когда вы описываете в теории некоторую ситуацию, и дальше просите каждого студента найти практический случай, когда эта ситуация возникла, указать дату, место, организацию, что произошло, как выявили, как решили. каждый студент на оценку может добавить свою ситуацию или несколько ситуаций, потом вы можете оценить, одобрить их, и после этого студенты видят всю базу знаний, которую они таким образом создали. Очень мощный модуль, не всегда привычный преподавателям, особенно привыкшим, работать в оффлайне, смелым и доской, но тоже очень рекомендую применять в электронном обучении, он и вовлеченность повышает, и разнообразит вашу учебную активность. Модуль Вики, всем знакомый Википедия, это инструмент для коллективного редактирования текстов, подходит для различных групповых работ, тоже каких-то баз знаний, коллективных проектов. Внешний инструмент, ну, вряд ли новички будут его применять, это инструмент технический, но вузы, у которых есть собственно IT-специалисты, могут с этим инструментом поиграться. Что это такое? Это поддержка стандарта LTI. Этот стандарт позволяет вам подключить к системе внешний виртуальный тренажер. Как это будет работать? Система отправляет ученика на внешний ресурс или на внешнюю программу, где он выполняет какие-то действия, там работает с виртуальной симуляцией, электронного Дальше ему оценка возвращается назад в эту систему электронного обучения. Ну, вот у нас был один проект, так подключали виртуальную кабину пилота к системе, чтобы можно было дополнительно и в симуляциях слушателей протестировать. Про глоссарии я упоминал, про инструмент автосвязывания, задание я показывал, контрольный список, это инструмент для самопроверки, то есть вы формируете контрольный список, дальше студент во время самостоятельной работы отмечает галочками, что он выполнил, систем показывает ему в процентах насколько он продвинулся. Лекцию я вам показывал, модуль логика курса, о нем чуть позже расскажу подробнее, это тоже модуль из профессиональной версии. Про опрос я уже сказал, обратная связь, то есть обратная связь сказал, опрос это онлайн голосование, офлайн тест, тоже интересный модуль, чуть позже его покажу. Скорм пакет, ну например вы пользуетесь каким-то конструктором Скорма, либо преобразовали презентацию пауэрпоинта в Скорм, вот можно с помощью Скорм пакета загрузить этот Скорм в систему. В некоторых системах Скорм это единственное, что они поддерживают, то есть кроме Скорма больше ничего нельзя. Неудобство Скорма в том, что нужно отдельное приложение, в котором вы редактируете этот Скорм, если вы хотите поправить опечатку, вам нужно загружать это приложение, править, заново формировать Скорм пакет, заново загружать ее в систему. Но тем не менее, поскольку это международные стандарты, иногда обмениваются материалами в формате Скорм, эта система тоже поддерживает, но это один из многих инструментов. Модуль простой сертификат, это инструмент, с помощью которого можно выдавать сертификаты, я его упоминал, семинар показывал, субкурс. Это простейший модуль, который позволяет вам с одного курса сослаться на другой. То есть, у нас есть модуль электронный деканат, который позволяет формировать учебные траектории и зачетную книжку. Там, где его нет, иногда используют модуль субкурс. То есть, как они делают? Создают так называемый псевдокурс, то есть, курс, где каждая тема соответствует одному семестру, а вместо материалов добавляют с помощью модуля субкурс ссылки на другие курсы, которые в данном семестре изучаются. Тогда отчет по оценкам в данном курсе, вот он, отчет по оценкам, он вместо отчета по оценкам в одном курсе превращается в групповую ведомость по академической успеваемости вашей группы. Этот способ подкупает своей простотой с одной стороны, но если у вас групп становится много, десятки, то это становится очень трудоемким. То есть, чересчур трудоемким, в этом случае, конечно, лучше использовать модуль электронной деканаты, либо какой-то внешний электронный деканат, с которым выполнять интеграцию. Но когда вам нужно простенькие траектории организовать, например, в профессиональных курсах профессиональной переподготовки, где семестров мало, групп мало, то можно как раз им воспользоваться. Про тесты мы говорили, форумы. Ну, здесь название говорит само за себя. Отличие форумов в Moodle в том, что здесь есть оценивание. Вы можете включить в форумах оценивание и, например, дать задание в открытой форме, ну, вот как у меня здесь в примере, и дать возможность студентам знакомиться с заданиями друг друга, если это творческие задания, ничего страшного в этом нет, одна только польза. Ну, а сами можете выставлять за эти задания оценки. Чат, ну, и интеграция с вебинаром. У нас поддерживает платформу вебинар.ру, что означает интеграция. Интеграция упрощает взаимодействие, то есть пользователям вашим не нужно второй раз регистрироваться на вебинарной площадке. Вы добавляете вебинар к курсу, в этот момент система автоматически создает комнату, назначает ей дату. У студентов в календаре, в личном кабинете отображается дата этого вебинара. Дальше они просто заходят в курс, и если они подписаны на этот курс, они могут войти в вебинар. А если на этот курс не подписаны, они в вебинар войти не могут. Когда они кликают на ссылку вебинара, они уже попадают внутрь вебинара под своим именем из системы Moodle. Кроме того, когда вебинар закончился, система автоматически разместит на его месте ссылку на видеозапись, и кроме того, система выгрузит в оценке процент времени, который студент посетил этот вебинар. Вы дальше можете настроить журнал оценивания таким образом, что если например студент не посетил хотя бы 8 вебинаров из 10 на 80 процентов времени, то он не может получить итоговую оценку или сертификат. Как я уже упоминал, вебинар требует того, чтобы у вас был приобретен сервис от вебинару, и также чтобы у вас была профессиональная версия. Я вам обещал еще показать модуль оффлайн-тесты. Бывает необходимо провести тестирование так, чтобы а при этом нет возможности усадить студентов за компьютеры. Вот с помощью модуля оффлайн-тесты вы по тому же самому банку вопросов можете распечатать бланки заданий и бланки ответов как в ЕГЭ, но вот у меня на экране пример отсканированного такого бланка. Потом эти бланки ответов сканируете, загружаете в систему, система их распознает, проверяет, выставляет оценки. Такое вот электронное тестирование на бумаге. Также я обещал рассказать про модуль логика курса. Помните я упоминал в личном кабинете что есть возможность высылать слушателям уведомления о различных ситуациях. Вот собственно с помощью модуля логика курса это можно сделать. Кроме того он еще и ряд других функций имеет. Добавляется он как обычный модуль и дальше вы добавляете на него ограничения. Ограничения есть и в комьюнити версии, но список меньше возможностей ограничений. Сейчас давайте я пробегусь по ограничениям. Время изучения курса. Например мы можем отслеживать что слушатель посвятил работе с курсом больше пяти часов времени или меньше пяти часов времени или какой-то другой промежуток времени. То есть по умолчанию система учитывает время только в абсолютном выражении. Такая-то дата наступила. А если нам нужно учитывать сколько времени именно по трудоемкости слушатель работал в курсе, то это в профессиональной версии есть такой учет и можно ставить ограничения. Отзывы к заданию это тоже только в профессиональной версии есть. То есть если преподаватель написал отзыв в каком-то задании, то логика курса сработает. Сценарий логики курса сработает. Если не написал, то не сработает. Те же самые ограничения вы можете использовать и для доступа к материалам курса. Например, итоговый тест становится доступен только если все задания преподавателем оценены и при этом пользователь поработал в курсе больше 10 часов. Несколько синтетических критерий, но по нашим веяниям в законодательстве в некоторых областях довольно строго следят именно за трудоемкостью. Например, при обучении пилотов. Сколько я знаю, там важно не только какие оценки получил, но и сколько времени потратил на то, чтобы заниматься в системе. Значки. Помните, я показывал награды. Если есть награда, критерий может сработать. Завершение элемента. Это есть и в комьюнити-версии. То есть, если какой-то материал считается выполненным, помните, показывал вот здесь галочка стоит выполненный материал, то условие будет считаться тоже выполненным. Счетчик выполненных условий. Это тоже функция профессиональной версии. Когда я говорил о том, что, например, у вас есть пять тестов, нужно, чтобы хотя бы три из них пользователь выполнил на 70%, или вот 10 вебинаров пользователь, 8 из них прошел на 80%, вот с помощью счетчика условия такой критерий можно задать. Завершение курса. Завершен курс или нет. Дата. Здесь все просто. Наступила дата или не наступила. Это в комьюнити версии тоже есть. Промежуток времени тоже мы доработали в профессиональной версии. Например, прошло пять дней с момента, как пользователь был подписан на курс. Первую тему закрываем, вторую открываем. Можно настроивать с помощью этого промежутка времени. Или осталось 10 дней до окончания курса высылаем либо пользователь не был неделю в нашем курсе. Опять же высылаем напоминание. Оценка это есть и в комьюнити версии. То есть указывается, что в этом модуле получил такую-то оценку, тогда ограничение срабатывает. Группа, язык, сравнение даты чисел в поле профиля. Это больше для корпоративного обучения применяется. Например, в момент, когда пользователь прошел тест, мы можем записать ему в профиль с помощью логики курса дату, когда он это сделал. Дальше система может отсчитать от этой даты год, снова вспомнить про этого пользователя, обнулить его результат тестирования и подписать на этот тест заново. Вот такая ежегодная аттестация получается. Это с помощью модуля сравнения даты чисел в профиле пользователя. Пароль. Сюда может войти только тот студент, который знает определенный пароль на этот элемент. Не очень часто применяется, поскольку контролировать распространение паролей довольно сложно. Профиль пользователя. Этот элемент могут увидеть только пользователи, у которых стоит город Новосибирск в профиле. Либо эта логика курса сработает только для пользователей, у которых в дополнительном поле специальность, указан код специальности определенный. Роль, уровень, набор ограничений, можно эти ограничения комбинировать. Вот с помощью вот этих ограничений давайте я покажу какое-нибудь одно. Вот по дате. Дата начиная с 1 ноября сейчас и по то есть вот дата не меньше чем 1 ноября. Тогда условие будет считаться выполненным. После того, как вы эти ограничения задали, вы можете задать сценарий внутри логики курса. Вот управление действиями. Сценариев может быть несколько. Сценарий может быть который срабатывает в момент когда условие стало выполненным, в момент когда условие перестало быть выполнено или с заданной периодичностью. Например, раз в сутки пока условие выполнено. Например, пока студент не прошел этот тест, раз в сутки выбираем действие отправить сообщение. здесь выбираем получатель сообщения студент, отправлять от имени преподаватель и указываем текст этого сообщения. Дорогой студент, не забудь пожалуйста пройти тест. Здесь можно сделать автоподстановки, обращаться к нему по имени, указать название курса и так далее. Помимо вот этих отправки сообщений от имени студента, от имени то есть извиняюсь самому студенту преподавателя либо куратора этого студента есть еще записать значение в поле профиля помните я говорил про запись дату подписать пользователя на другой курс либо отписать пользователя от текущего курса. То есть мы можем поставить условия когда слушатель все сделал в этом курсе и получил сертификат мы его автоматически отписываем это тоже можно сделать ну и также мы не рассмотрели отчеты очень важная часть мы должны видеть как же собственно у нас идет учебный процесс я вам уже показывал этот отчет журнал обучения здесь все элементы которые есть оцениваем в нашем курсе все студенты и на пересечении оценки плюс есть итоговая оценка вы для итоговой оценки можете задать свою собственную формулу как она будет считаться с учетом различных весов какие-то оценки не принимать во внимание это все можно настроить кроме того можно настроить несколько промежуточных итогов если вам это важно все эти отчеты можно выгрузить в различных форматах в виде таблицы excel в виде текстового документа в виде csv файла для того чтобы дальше как-то эти оценки обработать дополнительно кроме того у нас есть индивидуальные отчеты вот я сейчас кликаю на одного из студентов я вижу его профиль если у меня включено портфолио то оно здесь же тоже отобразится и также я вижу различные отчеты по нему например все события система записывает каждый клик каждого пользователя и я кликнув на отчет все события я могу видеть все действия этого пользователя когда он заходил в систему что он делал какие материалы открывал иногда бывает это нужно для различных расследований в курсе 10 преподавателей один из них снес какой-нибудь важный материал и дальше открывают логи и смотрят кто же это сделал все отпираются ну лучше такие ситуации предотвращать чем расследовать для этого старайтесь чтобы у вас как можно меньше людей имели право редактирования есть некоторых учебных заведениях такая традиция всем подряд выдавать права администратора в системе ну вам нужно конечно более компетентный организатор мы называем эту роль диспетч администратор кто определит кому же какие права необходимы по служебной необходимости и чтобы остальных прав лишних у случайных людей не было тогда вам будет гораздо легче жить кроме того есть полный отчет о деятельности бывает нужно при различных разбирательствах то есть пришел студент и говорит а почему вот у меня три я вроде решал решал занимался вдруг мне три поставили особенно если ручную оценку ставить вот открываете этот отчет и видим что просмотрено что не просмотрено когда сколько раз сколько он в лекции провел времени как тест решал сколько было попыток как он отвечал на все попытки что в форуме писал вот они какие задания прикладывал какие ему рецензии на эти задания отвечали вот предыдущие попытки сдачи этих заданий сколько раз он пытался это задание пересдать все как на ладони очень удобный отчет бывает нужно обзорно посмотреть не углубляясь в оценке как у нас слушатели обучаются вот есть такой вот отчет по завершении элементов здесь просто галочки проставлено вся наша группа кто куда продвинулся очень наглядно виден прогресс бывает ситуация вы хотите по какому-то одному материалу так участие в курсе по-моему называется да по какому-то одному материалу посмотреть как с ним студенты работали вот я выбираю книгу в теме один выбираю что меня интересует только слушатели студенты выбираю что меня интересует действие просмотр и так где тут показать все 22 вот я вижу что есть студент Петров который дважды просмотрел материал есть Новоселов один раз просмотрел есть Михаил который просмотрел материал 649 раз мой коллега который проводит демонстрации тоже но большая часть ничего не просмотрела ни разу вот у меня есть кнопка выделить все кто нет выбрать действие отправить сообщение ну и написать им что-нибудь мотивирующее такое водряющее чтобы они наконец этот материал просмотрели то же самое вы можете делать с помощью логики курса автоматически а есть то же самое вручную так ну по курсам по самым основным возможностям пробежались сейчас я посмотрю на ваши вопросы так марина спрашивает а какова стоимость марина смотрите есть две версии этой системы есть комьюнити версия она бесплатна вы можете ее совершенно бесплатно скачать и самостоятельно поставить на свой сервер тогда вы ничего никому не будете платить кроме оплаты работ специалист которые вам эту систему настроят чем он компетентнее тем у вас все лучше получится есть система профессиональная от официального партнера она стоит денег прежде всего за работу то есть профессионал поставит вам систему на сервер настроит ее дальше техподдержка будет отвечать на ваши вопросы если у вас что-то будет не получаться можете им писать они вам будут помогать и настроить систему и настроить дизайн красиво и соответственно настроить то есть и если что-то сломалось помогут починить обновлять версию будут своевременно это естественно платная услуга порядка 90 тысяч рублей в год это стоит для учебных заведений конечно плата небольшая альтернативная система стоит гораздо дороже для частных лиц может быть и дороговато но собственно говоря этот продукт и не для частных лиц владимир спрашивает если скидки для вузов очень часто спрашивают если скидки для вузов брятия если система предназначена для вузов то собственно говоря цена для вузов это есть то что мы можем предложить. Каких-то особых скидок для вузов, учитывая, что они являются основным покупателем, здесь не предусмотрено. Со второго года будет дешевле, со второго года уже идет как продление, там, соответственно, установочного платежа нет, если вы продляете техподдержку обновления. Если не продляете, то дальше бесплатно пользуйтесь. Так, ссылка на базовую версию в этом чате. Ну, базовая версия, собственно говоря, по названию системы. Сейчас отправлю. Есть ли в системе фотоидентификации студентов? Ну, смотрите, вы можете в тест добавить вопрос, который будет заключаться в том, что студент должен сфотографировать с веб-камеры себя и и приложить эту фотографию к тесту для того, чтобы вы, когда будете смотреть отчет попытки, посмотрите эту фотографию и решите, он это или не он, и засчитывать ли ему этот тест. Доверять ли такой оценке? Ну, здесь вопрос такой двоякий. Если вам нужна действительно надежная идентификация, то воспользуйтесь услугой прокторинга. Это, к сожалению, отдельный платный сервис, там компания, есть две компании в России популярных, которые его предоставляют. Это, по-моему, экзамус и прокториду, если я ничего не ошибаюсь. Соответственно, там профессионал будет через веб-камеру наблюдать за вашим студентом весь ход экзамена и фиксировать нарушения, если они случились. Так, я вам обещал еще обзорно показать модуль электронный деканат. Времени практически не осталось, поэтому я покажу только журнал успеваемости-посещаемости из него. Ну, собственно, он похож на обычный школьный журнал. Левая часть успеваемость-посещаемость, правая часть тематическое планирование. Поддерживаются три типа занятий. Это, собственно, занятие, которое имеет и успеваемость, и посещаемость, например, семинарские занятия, либо лабораторные работы. Событие, которое имеет только посещаемость, но не имеет успеваемость, например, лекции. И контрольные точки, которые имеют оценку и дедлайн, но не имеют посещаемости, например, сдача каких-то работ. Также здесь можно сформировать итоговую ведомость, либо взять оценку из Moodle. По текущим оценкам тоже их можно привязать к контрольной точке к Moodle и брать оценки из заданий автоматически. Можно здесь открывать доступ во время экзамена к тестам. То есть можно на время экзамена перевести систему в управляемый режим, когда все студенты теряют доступ ко всем материалам и к системе. И только когда он вошел в кабинет, положил зачетку, преподаватель здесь отмечает, что дать ему доступ к данному тесту. И только тогда он на определенное время сможет пройти этот тест, потом оценка сюда перенесется. Ну, зачетки, расписание, нагрузка преподавателей, отчеты по успеваемости, посещаемости. Вот это все здесь присутствует. Если интересно, мы можем либо... Пишите Павлу, организуем отдельный вебинар только по модулю Деканат, либо пишите заявки... Сейчас я вам кину ссылку на сайт нашей компании. И вам организует индивидуальную демонстрацию. И давайте я еще вам вкратце покажу про панель администрирования. То есть если вы ставите систему самостоятельно, то вам она понадобится. То есть что здесь можно сделать? Ну, самое первое... Тут все настройки включения-выключения, там, самая регистрация, регистрация пользователей. Ну, самое первое, с чем вам придется работать за списки пользователей. Вот я могу в разделе пользователей открыть список пользователей и видеть всех моих пользователей в системе. Тут есть различные фильтры по городу, по фамилии, по полям профиля я могу искать студентов. Здесь я могу удалять студентов, блокировать. И также могу открыть профиль и отредактировать любого из этих студентов. Собственно, в чем неудобство вот этой панели, в отличие от модуля электронный деканат, что вы можете дать доступ к какому-то пользователю, либо сразу ко всем пользователям. Например, ваш администратор может редактировать всех ваших преподавателей, всех студентов. Либо никому. Нельзя сказать, что может редактировать только студентов какой-то кафедры. Вот это можно сделать только через модуль электронный деканат. Здесь же у нас есть вручную добавление пользователя, либо импорт пользователей из Excel. Здесь обычная анкета, заполняете ее, и пользователь создается. Вы можете, очень часто бывает нужно, помимо тех полей, которые в профиле присутствуют по умолчанию, также добавить какие-то свои специальные поля, уникальные. Вот вы можете это сделать. Ну вот у меня здесь уже добавлено день рождения, должность, куратор, дата последней аттестации и признак подтвержденности аккаунта. Ну, например, вы хотите, чтобы слушатели при регистрации загружали сюда скан своего диплома. Вот вы добавляете новое поле, файл, и, соответственно, пользователь при регистрации должен будет это... Можно поставить его как обязательный, он должен будет это поле тоже заполнить. Что еще здесь есть у нас в администрировании? В администрировании есть раздел «Курсы», который позволяет управлять структурой ваших курсов. То есть вот у нас здесь мой весь каталог курсов. Слева категории, они могут иметь вложенность, справа сами курсы. Если я хочу добавить в категорию какой-то курс, я нажимаю кнопку «Добавить курс». Так, где тут они? Где она, где она, где она? Так. А, вот, создать новый курс. Ну и, соответственно, здесь я указываю опции, и после этого мой новый курс создается. Не забудьте сразу назначить преподавателя сюда, чтобы он мог получить доступ к редактированию материала. Настройка параметров оценивания, различные глобальные шкалы оценивания, про значки я говорил. Язык позволяет вам, если где-то вам не нравится надпись в интерфейсе, отредактировать. Например, что у вас назывались не курсы, а, например, дисциплины. Хотя я бы не стал этого делать, опять же, потому что дисциплина – это немножко другое понятие. И так их проще различать. Курсы все-таки – это электронные курсы, а дисциплины могут, это как они называются в учебных планах, и несколько дисциплин из разных учебных планов могут ссылаться на один и тот же курс. Основная мощь Moodle в плагинах, собственно, вот здесь они настраиваются. Все, что я показывал вам, это большая часть функций – это плагины. То есть отчеты – это плагины, типы вопросов в тестах – это плагины, типы учебных материалов – это плагины, блоки, из которых состоит главная страница или главление курса – это тоже плагины. Способы авторизации плагины. Если среди вас айтишники есть, я могу показать варианты настройки авторизации, те, которые идут из коробки. То есть помимо саморегистрации и интеграции с соцсетями, есть еще вариант ручная регистрация, регистрация через электронный деканат, регистрация через внешнюю базу данных, регистрация через Active Directory, ну и целый ряд других способов записать слушателей, если у вас есть централизованная база. Очень важны настройки безопасности, но здесь я про них рассказывать не буду, поскольку профессионалы разберутся и так, а не специалистам лучше лишний раз не крутить. Ну и модуль «Внешний вид» позволяет настроить вам дизайн системы, внешний вид календарей, блогов, параметры навигации. Например, сейчас я покажу настройки внешнего вида, из которых состоит система. Вот сейчас. Отображение док-панели, будет ли авторизация происходить в модальном окошке или на весь экран, цвет фона, шрифты. Нет смысла все перечислять. То есть просто имейте в виду, что здесь вот есть в разделе «Внешний вид темы» есть возможность настроить очень гибко внешний вид дизайн системы. Настройка главной страницы, дальше идут технические параметры сервера и глобальные отчеты. Например, отчет «Сводка по обучению» позволяет посмотреть, как у вас происходит обучение по подразделениям. То есть в каждом подразделении, сколько каких специалистов, ну и здесь вот под корпоративное обучение настроено, сколько каких специалистов, сколько из них сейчас обучаются, сколько все обучение, которое нужно прошли, сколько из них завалили хотя бы один курс. И также у нас есть тоже в профессиональной версии плагин «Панель управления прецедентами». Тоже очень полезный модуль, он позволяет глобально отслеживать события. Например, бывает так, что у вас в системе где-то допущена опечатка. Можно включить отправку уведомлений, тогда пользователь может набрать сочетание клавиш. По-моему, сейчас я не помню какое, это нужно инструкции вывешивать, тогда если вы это включаете. И система отправит администратору уведомлений, что пользователь нашел орфографическую ошибку. Также есть различные уведомления о подписках слушателя на курс. Например, уведомить слушателя о том, что он подписался на курс. Или уведомить преподавателя о том, что подписался на курс. Причем даже если курс еще не стартовал. Уведомить пользователя за неделю до старта курса. Уведомить пользователя о том, что он ни на один курс еще не подписался в вашей системе, хотя зарегистрирован. Или еще ни разу не вошел в систему. Начать высылать ему регулярные уведомления о том, что он в систему так и не вошел. Для того, чтобы он это наконец сделал. Здесь довольно много разных вариантов. Они будут добавляться. Этот модуль сейчас активно развивается. В итоге мы его преобразуем в нечто подобное логике курса рано или поздно. Где вот эти сценарии можно будет настраивать автоматически. Тоже для того, чтобы снижать нагрузку на преподавателя. Так, ну, время у нас. План по времени перевыполнен. Давайте я отвечу на оставшиеся вопросы. И будем с вами прощаться. Светлана спрашивает тезисно, в чем платная версия в двух словах от бесплатной лучше. Светлана, в двух словах не получится, поскольку вот весь вебинар я рассказывал, отмечал, где есть отличия. Платная версия имеет, во-первых, профессиональную техподдержку. То есть, вам есть к кому обратиться с вопросами. Профессиональное администрирование. То есть, система на ваш сервер поставит специалист, обновлять будет специалист, настроит резервное копирование, защиту от угроз безопасности. Если что-то сломается, вам будет к кому обратиться. Если у вас какие-то появятся вопросы, вам тоже будет к кому обратиться. Это то, что касается поддержки. Плюс, система очень сильно отличается по функционалу. Мы постоянно добавляем новые инструменты. Логика курса, витрина, модули оплаты картой, вот эта панель прецедентов, электронный деканат. Это все функции профессиональной версии. В бесплатной версии их нет. Но организовать обучение и тестирование, сбор заданий с пользователей вы можете и с помощью бесплатной версии. Весь базовый функционал там присутствует. Коллеги, еще какие-то вопросы есть? Хорошо, тогда большое спасибо за то, что посетили вебинар, за то, что были с нами все два часа до самого конца вебинара. Я желаю вам хорошего остатка дня и до новых встреч. Павел, на тебя переключить, ты скажешь заключительное слово или заканчиваем? Хорошо, тогда я прерываю трансляцию. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok